МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как обычно, в это время я и мои коллеги расскажем вам о некоторых значимых событиях уходящей недели. В эфире Тахлил-Нама. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начинаем программу с главного события. Сегодня День работников сельского хозяйства страны. Напомним, 25 августа 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев подписал закон об установлении Дня работников сельского хозяйства Республики. И таковым определено каждое второе воскресенье декабря. Это не случайно. В это время практически полностью заканчивается сбор урожая, подготовка к следующему сезону. Можно и нужно отдохнуть. Агросфера, несмотря на бурное индустриальное развитие в Узбекистане, была и остается одним из ключевых направлений для экономики и формирования социального фундамента. В структуре ВВП Узбекистана доля сферы достигает примерно 28%. Около половины населения проживает в сельской местности. При этом 27-28% от общего числа заняты именно в сельском хозяйстве. Потому совершенствование сферы, поддержка ее, развитие всегда в приоритете внимания нашего государства. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил праздничное поздравление работникам сельского хозяйства. Работникам сельского хозяйства Узбекистана, дорогие соотечественники, уважаемые дехкани и фермеры, работники и ветераны сферы. Сегодня, когда в акрарном секторе завершается трудовой сезон и подводятся итоги проделанной работы, Искренне, от всего сердца, поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с замечательным праздником – Днем работников сельского хозяйства. В этот профессиональный праздник выражаю самые добрые пожелания прежде всего нашим умелым дехканам, Всем работникам отрасли, которые честным и самоотверженным трудом вырастили богатый урожай, обеспечили достаток и изобилие в стране. Даже в самых сложных условиях вы остаетесь преданными своему делу и долгу, проявляете лучшие качества, трудясь на благо страны и народа. И это достойно высокого признания. В настоящее время, когда во всем мире усиливаются климатические изменения, усугубляются различные проблемы, связанные с водными и земельными ресурсами, Сельское хозяйство Узбекистана, благодаря вашей стойкости и отваге, большому профессиональному мастерству, добивается весомых результатов, Обеспечивая изобилие и доступные цены на наших рынках и в магазинах. Дорогие друзья, в последние годы в нашей стране в аграрном секторе, как и во всех других сферах и отраслях, Осуществляются коренные реформы, приоритетной задачей которых являются защита чести, достоинства и интересов человека. Следует отметить, что была внедрена новая система выращивания и закупки зерновых колоссовых, Пополняются зерном закрома дягкан, растет достаток в их домах. В целях финансовой поддержки сельского хозяйства выделены льготные кредиты по линии международных финансовых институтов. Расходы по выращиванию продукции, орошению, закупке семян и саженцев покрываются за счет субсидий. Отменен бойкот в отношении узбекского хлопка. Крупные текстильные бренды возвращаются на хлопковый рынок нашей страны. В этом году в целях развития дягканских хозяйств на 100 тысяч гектаров сокращены площади под хлопчатник и зерновые культуры. Восвободившиеся земли распределены среди населения посредством открытого электронного аукциона. Особенно важно, что благодаря этому создано более 420 тысяч новых хозяйств. Свыше 1,2 млн постоянных и сезонных рабочих мест. Растущий дефицит продовольствия в мире, усиливающийся процесс опустынивания в нашем регионе, ставит актуальные задачи и перед работниками сельского хозяйства. В целях устойчивого развития сферы и обеспечения продовольственной безопасности мы последовательно продолжим начатые нами реформы в аграрном секторе. В частности, будут реализованы крупные проекты по улучшению водоснабжения и модернизации инфраструктуры сельского хозяйства. Мы усилим меры по широкому внедрению рыночных принципов в хлопководство и зерноводство, выращиванию продукции на научной основе, повышению заинтересованности фермеров и дехкан. Наряду с этим расширится производство, адаптированное к местным условиям и доступные по цене сельхозтехники, ее поставка фермерам и дехканам на льготных условиях, выделение им субсидий и дополнительного финансирования. В центре нашего внимания также останутся вопросы повышения качества и уровня сервиса, укрепления интеграции науки и производства в сельском хозяйстве. Получит продолжение положительная практика, начатая нами с целью увеличения производства продукции и роста занятости на селе. Для организации дехканских хозяйств населению дополнительно будет передано свыше 100 тысяч гектаров земель. Уважаемые соотечественники, в этот прекрасный праздник от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю глубокую признательность нашим дехканам и фермерам, руководителям и работникам агрокластеров, всем занятым в этой сфере соотечественникам, которые своим самоотверженным трудом, знаниями и богатым опытом вносят достойный вклад в дальнейшее развитие сельского хозяйства страны на новом этапе. Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним праздником. Желаю вам здоровья, счастья и новых успехов. Пусть всегда вас радуют результаты вашего, дорогие мои, благородного, самоотверженного труда. Шавкат Мерзиёев, президент Республики Узбекистан. Интеграция науки и практики, широкое внедрение передовых методов работы, современных технологий, инноваций. Все это и многое другое определяет суть проводимых в сельском хозяйстве реформ. Например, расширяется кластерная система. Если только в хлопково-текстильном направлении 4 года назад было 15 кластеров, то их число сегодня достигло 134. Новые эффективные подходы способствуют наиболее полному раскрытию потенциала сферы, ее дальнейшему развитию, повышению доходов, а значит и уровне благосостояния народа. Само время требует более прагматичного взгляда, перспективных решений, а главное принятие мер, нацеленных на конкретные результаты, достижения целей, которые ставит перед собой новый Узбекистан. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности страны занято 4 миллиона 200 тысяч человек. Большинство из них самоотверженно трудятся в различных направлениях, в агрокластерах и их кооперативах, фермерских и дыхканских хозяйствах. С каждым годом усиливается всесторонняя поддержка, стимулирование и поощрение их кропотливого труда. В частности, в 2017 году главой государства был подписан закон об установлении Дня работников сельского хозяйства Республики Узбекистан. И ежегодно во второе воскресенье декабря эта дата и праздник урожая широко празднуются по всей стране. В Узэкспоцентре в столице состоялось торжественное мероприятие, отразившее динамику развития сферы и ее широкие перспективы. Заместителем руководителя администрации президента, пресс-секретариум президента Черзодом Осадовым, было зачитано поздравление руководителя страны в связи с Днем работников сельского хозяйства. В нем, в частности, отмечается, что приоритетной задачей осуществляемых коренных реформ является защита чести, достоинства и интересов человека. Сегодня вообще замечательный теплый день, праздник для всего нашего народа. Сегодня наш уважаемый президент поздравил работников сельского хозяйства, обозначил очередные наши задачи перед нами, что мы должны делать, чтобы развивать сельское хозяйство. И ранее он уже, наш президент уважаемый, обозначил 9 направлений, стратегический план развития сельского хозяйства до 30-го года, где все наши проблемы, их решения, они уже обозначены. Повторять 9 направлений нет смысла. Я скажу, что главное для сельского хозяйства. Сельское хозяйство, главная наша задача, это обеспечить наш народ безопасным продуктом. Продукты, которые должны быть полезными, продукты, которые должны быть качественными. Мы должны заниматься экспортом. Какие у нас есть экспорт возможности? Тоже, уважаемый президент обозначил, мы должны экспортировать качественную продукцию, уникальную продукцию, они у нас есть. Мы должны искать новые рынки. И тоже, например, очень простой вам пример, тофий, наш виноград, он, если, например, ближний, зарубежный, мы говорим, я не буду говорить, если страна, если доллар стоит килограмм, то этот же виноград, если он будет качественный, мы можем его за 5-7 долларов продавать. Как видите, вот в одном маленьком примере показано, какие есть возможности для сельскохозяйства. Среди участников мероприятия руководители, эксперты аграрной отрасли, фермеры, дыхкани, предприниматели, представители СМИ и зарубежные специалисты. Международный аграрный университет создан решением президента. И у нас особенно развитие capacity building, значится тренинги для тех, которые уже профессионалы в аграрном индустрии. И стартап-центр, стартапы для молодежи, и мы даем им поддержку, научную поддержку и помощь инвесторов. Это самое главное для молодых людей. Мы слышали сегодня поздравления президента, что надо теперь развивать интеграцию науки и промышленности. Это очень важно, что есть интеграция тех, которые решают стратегию развития Узбекистана и науки. Университет — это институция, которая особенно имеет важную роль в привлечении ноу-хау, в привлечении технологий. Поздравление президента нам дал. Ряду представителей сферы в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки Узбекистан — республика с кашлох в жалеге Федоисы. Различные подарки. Поздравление нашего президента столкнуло наши сердца. В настоящее время, как нам сказал президент, работаем с агрокластерами, с фермами вместе. Это нам дает большие возможности, потому что мы создаем для них высокорожные, застойчивые, жаростойчивые и мало требующие воды, сорта пшеницы, яшминя и зерновой культуры. В последние годы сельскохозяйство опирается на новые эффективные подходы. Эта работа расширяется в своих масштабах. Сегодня меня наградили нагрудным знаком ЧТОХОДЖАЛИК Федоисе. Я благодарен нашему президенту. Это для меня большая честь и большая ответственность. Мы в дальнейшем будем предлагать все усилия для развития сельскохозяйства. Согласно данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства, выращено более 22 миллионов тонн фруктов и овощей, около 8 миллионов 200 тысяч тонн зерна, свыше 3,5 миллионов тонн хлопка сырца, а урожай коконов-шелкопряда достиг 24 тысяч тонн. На 2023 год обозначен ряд задач, которые стоят перед нами для выполнения. Обязательно для фермерских хозяйств и других предприятий, связанных с сельскохозяйством, будут созданы еще более благоприятные условия, будут выдаваться дополнительные субсидии, расширятся льготы. В частности, намечается создать в каждом регионе агрологистик-центры для фермерских хозяйств, перерабатывающие заводы, плодовочной продукции, расширять агроклассную систему в сельскохозяйстве, внедрение ресурсосберегающей технологии и другие инновационные технологии, создавание новых сортов, стойчивые засухи, будут внедрены новые реформы, выделение земельных участок, обеспечение населения занятости. В 2023 году планируется сокращение 100 тысяч гектаров из-за подхлопчатников и выделение для плодовочной продукции дыхканским хозяйством. Свой достойный вклад вносят и животноводы, которыми произведено 2 миллиона 700 тысяч тонн мяса и более 11 миллионов 700 тысяч тонн молока. За последние годы из-за целого ряд указов и постановлений, направленных на широкую поддержку этого сектора. И это непосредственно отразилось на развитии нашего сектора. Например, за последние полтора года количество поголовья крупного рогатого скота увеличилось более чем на полтора миллиона голов. Самый главный акцент на развитии животноводства делается, конечно, на развитии кормовой базы. Позволило увеличить только в нынешнем году площадь подкормовой культурной на 200 тысяч гектаров. И это очень серьезным образом будет способствовать дальнейшему развитию сектора животноводства. Есть еще целый ряд инноваций и новшеств по развитию животноводства, такие как работы по улучшению породного состава. В хлопководческих и зерноводческих кластерах будут созданы большие животноводческие комплексы с поголовьем до 10 тысяч голов. Это позволит производить продукцию животноводства в интенсивных условиях и создать такие элементы экономики, как экономия в масштабах. То есть крупномасштабное производство позволит снизить себестоимость продукции. Кроме того, такие крупные комплексы позволят использовать наиболее широко современные инновационные подходы по развитию животноводства. Это такие подходы, как гидропонное выращивание кормов, использование особо качественного генетического материала для воспроизводства стада и другие направления. И необходимо отметить, что уже в нынешнем году созданы несколько ферм с поголовьем более тысячи голов. У нас существуют животноводческие комплексы с поголовьем более 10 тысяч голов. И в данном направлении работа очень бурно развивается. Есть целый ряд инвесторов, которые готовы инвестировать в это производство, потому что это отличается устойчивостью, надежностью и постоянным растущим спросом у населения. По инициативе президента внедрена новая система выращивания и закупки зерновых колоссовых. То есть оставшуюся часть урожая фермеры могут реализовывать через биржу, что значительно повысило их материальную заинтересованность, доходы. И как результат, в некоторых фермерских хозяйствах средняя урожайность гектара доведена до 85-90 центнеров. В развитии хлопководства и другие направления, демонстрирующие стремительный рост, отдельное внимание созданию высокой добавленной стоимости за счет модернизации, внедрения передовых технологий, организации целостной цепочки от выращивания сырья до производства готовой продукции. 10 марта этого года международная коалиция Cotton Campaign объявила о снятии глобального бойкота с узбекского хлопка. А 28 сентября Министерство труда США исключило узбекский хлопок из списка товаров, производимых принудительным трудом. Крупные текстильные бренды возвращаются на хлопковый рынок нашей страны. Передовые подходы все больше задают тон в сфере. К примеру, в этом году водосберегающими технологиями охватили 400 тысяч гектаров. На эти цели из бюджета направлено 136 миллиардов сумм субсидий. Сегодня есть огромная программа капеллизации страны. Триллионы денег тратят. Тот, кто двигается, тот всегда добивается. Это эффект вообще, вы даже представить невозможно, как это все изменит наше хозяйство. Потом качественные семена, качественные, например, саженцы, современные плантации, тоже виноград, я многократно говорил, они должны быть безвирусными, они должны быть привиты, подвоем. Вот такие сады надо нам раздевать. Сейчас мы инсируем дождевое орошение. Потом у нас пойдут очень хорошие виноградники, потому что все есть уже. У нас очень хорошо пойдут интенсивные сады. Тоже все уже подготовили. То есть кирпичик уже подготовлен, надо теперь строить. Фундамент есть, надо теперь красиво строить. Я думаю, что в течение пяти лет у нас будут колоссальные изменения. Кирпичцы все перейдут на субстратный полив. С земли они не будут сажать больше. Уже у них там все капли орошения, но они перейдут на субстраты. То есть мы будем современизироваться. По количеству субсидий, субсидий Узбекистан сейчас занимает одно из первых мест в мире. У нас 35 субсидий для фермеров и для всех. Для экспорта, транспорта у нас есть субсидий. Там чуть ли не 50% мы оплачиваем. Налоговые там бенефициары, льготы. У нас очень много субсидий. Цель, чтобы сельскохозяйство было качественной, экспортной и чтобы народ обеспечен. Все эти субсидии, они стимулируют фермера к лучшему сельскому хозяйству. Расширяются тепличные хозяйства. Разнообразная, качественная, плодовочная продукция выращивается круглый год. Она не только наполняет внутренний рынок, но и отгружается на экспорт. Позитивно влияет на занятость населения и повышение доходов семей. У меня сегодня очень хорошее настроение увидеть здесь много женщин-предпринимателей. Я предпринимательница, у меня 6 гектаров теплиц. В 2012 году создала первую теплицу, а в 2021 году создали вторую теплицу. У меня здесь сейчас работают 45 женщин из отдаленных сел. Мы выращиваем помидоры и огурцы. Мы сейчас огурцы отправляем за рубеж. Услышав поздравления президента, я получила мотивацию, чтобы еще и еще работать. На будущем у нас в плане еще мы хотим расширять нашу теплицу, еще создать рабочие места. Фрукты и овощи из Узбекистана – это самые вкусные в мире. В текущее время климат, конечно, влияет, но технология помогает независимо развивать. Очень хорошо решение вашего президента, чтобы интеграцию продолжать, чтобы открыть. Это очень важный толчок развития. Каждая цифра иллюстрирует масштабы преобразований в сфере, которая выходит в последние годы на совершенно иной качественный уровень. Согласно стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-30 годы, в ближайшие 10 лет намечается повысить экспортные показатели в сфере до 27 миллиардов долларов. У нас экспорт, например, в Челеси в этом году чуть ли не в два раза повысился. Конечно, потому что новые страны открываем. Мы даже экспортируем сейчас в те страны, например, Швейцария или Италия, где мы никогда не экспортируем. Хотя кончик сертификаты получаем. Унификация, качество сертификации. Все. Вот эти три вещи, если будут, то экспорт будет замечательный. Главное для этого и есть все возможности, и они постоянно расширяются, обеспечивая достаток в каждом доме, благополучие народа. Да, наш Дыханин, даже если и решил отдохнуть, то встает все равно раньше всех, чтобы побыстрее начать это дело. Действительно, их вклад в обеспечение продовольственной безопасности, изобилие на наших достарханах просто невозможно переоценить. А их роль в стремительном развитии текстильной промышленности, именно благодаря их усилиям отечественные производители готовой продукции занимают все больше ниши и позиций, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Да, кстати, в социальных сетях очень много сюжетов и постов, как они, находясь в брендовых бутиках Азии и Европы, подбирая понравившуюся модель, глядя на бирку, подмечали. А сделано-то в Узбекистане, в Узэкспоцентре подходит к концу выставочный сезон. И не случайно большинство ярмарок и экспозиций насыщены нашими товарами. Готовые продукции и полуфабрикатами. При этом были представлены в широком ассортименте технологические ноу-хау и разработки. А ведь в исходниках сельхозпроизводители и главные игроки, фермерские хозяйства и кластеры. В общем, в наличии цепочка, которая, развиваясь, движется по восходящей. Смесь событий расскажет наш обозреватель. Вопрос эффективного взаимодействия агропредприятий и финансовых институтов одна из тем четырех панельных сессий, которые дополнили различную атмосферу. Интересные диалоги способствуют не только обмену опытом, но и отражают ноу-хау в сфере сельского хозяйства. В частности, внимание акцентировалось на вопросах финансирования аграрного сектора, координации, правильной обработки информации и статистики сельскохозяйственного и продовольственного секторов. Создание благоприятных условий для кластеров, фермерских хозяйств. Это еще и работа с кредитами и зарубежными грантами международных финансовых организаций. В рамках нашего проекта мы поддерживаем молодых фермеров и женщин-предпринимателей в сельской местности Узбекистана. В то же время следует отметить, что их образование также очень важно в достижении успеха. Получить кредит можно только в том случае, если вы достаточно образованы и обладаете необходимыми знаниями. Вот почему мы обучаем людей, даем им знания, чтобы их шансы на получение банковской ссуды увеличивались. Мы обучили более 5000 молодых людей, и многие из них смогли получить кредит и создать свои собственные стартапы. Узбекистан делает большие успехи, и Германия приятно удивлена. Мы от всего сердца поздравляем вас всех. Мы хотим и дальше поддерживать вашу страну в процессе дальнейшего ее развития, достижения новых высот и процветания прекрасного Узбекистана. Изюминка в том, что государство общается с фермерами и кластерами, и мы находим какие-то новые точки соприкосновения. Что мы должны в будущем делать, чтобы развить нашу сельскую отрасль? Вот это самое интересное, что я нашел в этом заседании. Второй блок посвящен вопросам повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов. Поднимались темы освоения земель, повышения плодородия и продуктивности почв, обеспечения занятости стабильного дохода населения путем выделения площади, эффективности внедрения водосберегающих технологий. В будущем у нас есть много проектов, которых мы должны реализовать. Это проекты, связанные с расчетом баланса водных ресурсов, доведение водных ресурсов до полей, до каждого контура, до каждого фермера, расчет использования средств, графики и так далее. Мы начали свою работу в 2015 году, и в первую очередь мы начали внедрение новых технологий в сферу сельского хозяйства. Очень интересно слышать, что идет дискуссия между фермерами, кластерами, между институтами и другими заинтересованными ведомствами насчет внедрения новых водосберегающих технологий. Потому что, как мы видим, каждый год у нас возникают проблемы с нехваткой водой. И внедрение этих водосберегающих технологий послужит драйвером дальнейшего развития сельского хозяйства в этой отрасли. Еще хотелось бы отметить, что такое мероприятие, давно такое у нас еще не было, мы тоже сотрудники сельского хозяйства, у нас такого праздника не было, это у нас сегодня праздник, и мы надеемся, что на будущее тоже будут организовываться такие мероприятия, что мы можем больше рассказать друг другу о новых достижениях в сельском хозяйстве. В ходе третьей панельной сессии обсудили тему внедрения передового международного опыта по новым разработкам в сельском хозяйстве, создание новых видов семян на основе инновационных решений с учетом почвенно-климатических условий регионов, цифровизация агропродовольственной цепочки, запуска единой сельскохозяйственной платформы. В настоящей планированной сессии предусматрено рассмотрение ряда проектов, которые направлены именно в эту сферу, которые позволят сократить вырок рягию, оперативно получать или оказывать государственные услуги предпринимателям и землевладельцам по получению кредитных ресурсов, по получению технологий по льготным основам для использования в дальнейшем на своих полях. Нам необходимо науку подавать через цифровые платформы. Вот на сегодняшний день уже министерством сельского хозяйства реализовано 9 проектов. Один из основных проектов – это наш геопортал. На данном геопортале у нас уже оцифрованы все сельскохозяйственные земли, орошаемые земли. На сегодняшний день это 3 миллиона 900 тысяч гектаров. И в настоящее время, значит, на этом геопортале мы можем увидеть каждую культуру на каждом гектаре, в разрезе каждого фермера. Также мы можем определить уровень вегетации, насколько на поле является достаточно воды, и насколько в растении является достаточно воды. Также мы сейчас, в настоящее время, работаем по созданию платформы продовольственной безопасности, которая включает в себя очень много информационных систем. То есть это интегрированная платформа, которая будет взаимодействовать со многими ведомствами, организациями, министерствами. На сегодняшний день, значит, за счет фонда при Министерстве финансов, фонд поддержки сельского хозяйства, предоставляется финансирование для выращивания хлопка, зерна и плодовочек. Значит, центром цифровизации реализуется проект, который называется «Агроплатформа». И вот в следующем году, уже в первом квартале, мы планируем запустить данный проект, который будет полностью фермерам позволять подавать заявки на финансирование, получать кредитные средства через коммерческие банки Республики Узбекистан. Также мы сейчас разрабатываем платформу «Маркетплейс». Фермеры могут спокойно заходить на нашу платформу, регистрироваться, выставлять свои сельскохозяйственную продукцию на продажу. Также они могут выставить услуги. Заключительная четвертая панельная сессия отразила тенденции создание цепочки высокодобавленной стоимости в пищевой промышленности. Обсуждались, к примеру, эффективные подходы к реализации инвестиционных проектов в аграрном и продовольственном секторах, хранению сельскохозяйственной продукции, увеличению объемов переработки и развитию агрологистической инфраструктуры, стандартов. Новои, Самаркан, Джизах и не только. С каждого региона республики здесь собрались фермеры и предприниматели, чтобы продемонстрировать свою продукцию. Наверное, впервые День работника сельского хозяйства празднуется в таком масштабе. А какая атмосфера царит, просто неописуемо. Да, номенклатура представленной здесь продукции просто впечатляет. В первом павильоне разместились более 50 стендов. Самаркандская лепешка, орехи, молочная продукция, фрукты и овощи. Это лишь небольшая часть того, чем могли насладиться участники и гости выставки. Напомним, что для того, чтобы представить свою продукцию, необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте Министерства сельского хозяйства республики. Мы представляем Агротех Кластер. Довольно новая компания на рынке Узбекистана. Это производитель всей линейки техники, как колесной, так и прицепной. То есть мы производим и различные тракторы различных мощностей, мы производим хлопкооборочные машины, мы производим различную навесную и прицепную технику. Недавно мы заключили контракт с компанией «Джон Дир». Мы будем продавать на рынке Узбекистана тракторы «Джон Дир», хлопкооборочные и зерноуборочные компании. На данной выставке мы вели переговоры с различными клиентами, собираем контакты, после которых мы будем уже непосредственно разговаривать с клиентами об условиях финансирования, потому что есть у нас в стране и льготные условия для покупки сельскохозяйственной техники. Соответственно, мы не только продаем, мы и сопровождаем эту технику на протяжении всего цикла жизни машин. Помимо самой выставки, посетители могли насладиться культурной программой, которая была продумана таким образом, чтобы соединить искусство, в том числе и ее сельскохозяйственные ипостаси. Все со вкусом, в прямом и переносном смысле. Конечно же, для производства готовой высококачественной продукции требуется создание необходимой инфраструктуры. К тому же в Узбекистане стремительными темпами развивается промышленность и машиностроение, благодаря чему в нашей стране производятся специализированные на сборке хлопка и пшеницы агрегаты. Второй павильон стал местом пересечения интересов производителей и деловых людей для будущей и перспективной работы. Он вобрал в себя 20 стендов различного рода агротехники. Вот, к примеру, данный комбайн отличается своей экономичностью, расходуя всего 9 литров дизельного топлива в час. Помимо этого он оснащен всем необходимым оборудованием, начиная от монитора и заканчивая видеокамерой. Человек благодаря монитору может узнать, сколько он проехал и сколько скосил пшеницы. Но это отнюдь не все его преимущества. На сегодняшнем мероприятии предприятие Узкласс Агро участвует новым зерноуборщенным комбайном. Все знают, что зерноводство очень играет большую роль в республике Узбекистан. Этот комбайн новый. С 2022 года мы обновили модельный ряд. Она отличается высокой производительностью. Зерноуборщенный комбайн «Доминатор-260» имеет возможность в день косить по 30-35 гектаров в день пшеницу. Расход топлива тоже экономичный. Она в час расходует от 9 до 12 литров дизельного топлива. Удобна для операторов. Удобная кабина, современная кабина. Оборудована в кабине мониторами, где оператор может наблюдать работу комбайна. Она имеет возможность регулировать изнутри. Она оборудована видеокамерами, где можно удобно управлять этим комбайном. Следить за землей – очень трудоемкий процесс. Однако с помощью дронов, которые расположились по соседству с комбайнами и тракторами, можно значительно его облегчить. С их помощью можно не только наблюдать сверху и быть в курсе всего происходящего на определенном участке, но и узнавать о появившихся среди растений заболеваниях. Несомненно, это позволит оперативному решению возникшейся проблемы. Новейших технологий, то есть вместе с ним беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве – это уже требование времени. Так как беспилотные летательные аппараты, использование их дает возможность до 5-7 раз больше эффекта дает, чем традиционный метод. На данный момент у СДАВИРЛОХА, в государственном научно-проектном институте, есть 9 дронов в 5 типах. Это у нас картографические дроны для малых участков, картографические дроны для больших участков и мониторинг дроны. Это все дает землепользователям, фермерам получить быструю информацию о состоянии растения. Оснащенный мультиспектральным камерам дрон, оно дает вовремя заметить, определить болезнь растения, вегетационный период, как она проходит. И исходя из этого, дает возможность быстро дать решение химическим обработкам той или иной растения. Последние годы знаменуют собой колоссальный рывок всей отрасли в целом. Абсолютно каждый регион играет свою, особенную роль в укреплении продовольственной безопасности страны. Вот, к примеру, фермер из Самарканда рассказал о том, насколько важна эта выставка лично для него. Что же это даст? Конечно, здесь задействованы работники сельского хозяйства с каждого угла республики. Придя сюда, увидев, какие на сегодняшний день созданы возможности для нас, напрямую работать с нами, мы составляем контракты и многое другое. Каждый пришедший предприниматель также на своей выставке сможет найти партнера для совместного бизнеса. Каждый из них рассказывает свои предложения, свои идеи и не только. Выставка по-своему стала хорошей мотивацией для всех тружеников сельского хозяйства. Что же касается представленной нами продукции, то это саженцы и небольшие ростки фруктовых деревьев, а также уже готовая плодо-овощная и мясомолочная продукция. Помимо этого, в ракурс внимания попал очень интересный стенд. Он представляет собой продукцию, которая способствует росту урожайности в несколько раз, а также профилактике заболеваний. В основе этих технологий шанс увеличить урожай несколько раз. После внедрения данного генотипа урожайность будет стабильной и при этом с каждым разом будет расти. Помимо этого, он полностью приспособлен к различным внешним факторам. То есть, даже если будет какой-то вирус, он спокойно будет дальше развиваться. Очень много фермеров заинтересовались этой продукцией. В основном это люди, занимающиеся выращиванием картофеля. Выставку по праву можно назвать вишенкой на торте всех торжеств, учитывая, конечно же, весь колорит узбекской продукции. Обмен опытом между самими фермерами, привлечение бизнесменов к совместной работе над совершенствованием той или иной идеи. Именно эти факторы притягивают человека побывать здесь, испытать то чувство поистине соучастия в праздновании Дня работников сельского хозяйства. Говоря о развитии сельского хозяйства и целого ряда смежных отраслей, надо обязательно учитывать специфику наших регионов. Президент всегда делает акцент на индивидуальном подходе к их проблематике. Порой решения требуют рассмотрения самых разных ракурсов. Скажем, для реализации огромного агропромышленного потенциала Каракалпакстана прежде всего необходимо соответствующее водоснабжение. К сожалению, в последние годы ситуация с обеспечением водными ресурсами в Центральной Азиатском регионе заставляет задуматься не только местных специалистов, но и международные организации, эксперты которых свидетельствуют о наличии неоднозначных тенденций. Для кардинального изменения развития событий требуется полностью модернизировать ирригационную инфраструктуру и в разы увеличить объемы внедрения водосберегающих технологий. Это, по сути, наш завтрашний день. Определенная работа в этом отношении осуществляется, но, к примеру, для улучшения управления водными ресурсами в регионе с 2015 года при участии Всемирного банка реализован проект стоимостью 260 миллионов долларов. Восстановлены 650 километров каналов и 556 гидросооружений. Выполнило лазерное нивелирование более 5000 гектаров земель. В результате эффективной организации работы и локализации многих компонентов удалось сократить проектные затраты на 48 миллионов долларов. У областей, расположенных в Ферганской долине, плодородная почва. Однако из-за морально устаревших 235 насосных станций затруднено водоснабжение 380 тысяч гектаров земель, из которых 60 тысяч гектаров выбыли из оборота. К тому же эти насосные агрегаты, эксплуатация которых иногда превышает 60 лет, потребляет электроэнергию в полтора, то и в два раза больше обычного. Поэтому в указанных регионах запланирована модернизация насосных станций в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. На первом этапе планируется модернизировать 118 насосных станций. В результате ежегодно будет сэкономлено на эксплуатационных расходах и электроэнергии свыше 23 миллионов долларов. И еще, благодаря воплощению в жизнь первого этапа, будут возвращены в оборот более 30 тысяч гектаров пассивных площадей. А взаимосвязи воды, энергии и продовольственной безопасности – наш комментарий. Ферганские долины подлежат к модернизации 118 насосных станций. С момента эксплуатации многих из них прошли от 22 до 66 лет. По сути, они морально устарели. В результате 34% или более 30 тысяч гектаров земель, закрепленных за насосными станциями, выведены из оборота. После модернизации агрегатов почти 90 тысяч гектаров земель регулярно будут снажаться водой. В том числе те самые 30 тысяч гектаров. Для сравнения, с одного гектара можно получить в среднем до 50 центнеров пшеницы. Это, в частности, относится к пассивным площадям Ферганской долины. Ну а после повторного пассива других культур, допустим, того же самого картофеля, тут уже можно получить до 400 центнеров. В денежном эквиваленте прибыль составит более 100 миллионов сумм. Между прочим, добавив еще чуть-чуть, можно купить в той же Фергане земельный участок в 12 соток. Таким образом, с 30 тысяч гектаров земли, которые будут введены в эксплуатацию, фермеры заработают более 3 триллионов сумм. Хорошая перспектива, не так ли? 5 декабря президент Республики Узбекистан затронул вопрос о рашении земель в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Хотя в этих регионах плодородная почва по причине устаревания 235 насосных станций затруднено водоснабжение 380 тысяч гектаров земель, из которых 60 тысяч гектаров выбыли из оборота. Первый этап проекта рассчитан на обновление 118 насосных станций. Появится возможность обеспечить оросительной водой дополнительно 4 375 приусадебных хозяйств, а в год будет экономиться 290 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Выделены соответствующие средства. Речь идет о 239 миллионах долларах, и из них 200 миллионов – это кредит Европейского банка реконструкции и развития. В результате будет модернизировано 30 станций в Андижане, 72 в Намангане, а в Фергане – 16. Главный вопрос – что изменится и каков будет эффект? Были рассмотрены технико-экономические основы проекта, намечены сроки реализации, составлены прогнозы в области расходов и прибыли. Проект был рассмотрен не только местными специалистами экспертизы, но и советом директоров международных организаций. В сотрудничестве с международными экспертами на местах изучили состояние насосных станций, рассмотрели земельные участки, испытывающие проблемы с хорошением или вовсе вышедшие из оборота. При выборе насосных станций обратили внимание на срок службы, эксплуатационные расходы и потребность в электроэнергии. Отобрали наиболее устаревшие, произведенные 3040 лет назад и требующие ремонта и модернизации. В целях бесперебойного водоснабжения на первом этапе пройдут обновления именно этих станций. Дедлайн на реализацию поставленных задач – 2026 год. За три года планируется сделать немало. Будет обновлено 309 насосных агрегатов, средний КПД повысится на 15%, и те самые 30 тысяч гектаров земли уже будут возвращены в оборот. В результате модернизации появится возможность сэкономить ежегодно 287 киловатт-часов электроэнергии в год. В деньгах – это 244 миллиардов сумм. За счет сокращения эксплуатационных и прочих будет экономиться еще 262 миллиарда сумм. Благодаря реализации проекта экономия за счет эксплуатационных издержек и электроэнергии составит 23 миллиона долларов. Если говорить на примере Ферганы, то есть фермеры, получающие 5000 долларов дохода с одного гектара земли. Опираясь на эти данные, из-за повторного ввода в оборот сельскохозяйственных земель, окупаемости проекта мы достигнем в течение не 8 лет, а за 3-4 года. Это поможет ускорить реализацию второго этапа проекта. В Ферганской области 7 из 16 запланированных комодернизаций насосных станций эксплуатируется более 50 лет. Остальные станции также функционируют от 30 до 40 лет. Понятное дело, что за это время КПД данных объектов сильно снизился. Согласно данным, при помощи этих насосных станций на данный момент орошается всего лишь 49% земли от проектной мощности. А данный новый проект предусматривает модернизацию насосных станций Чангял, Саткак-1, Хангиз-2, а также обновление шести насосных агрегатов. Результатом будет повышение среднего КПД на 15%. И 759 гектаров земли будут возвращены в пользование. В Ферганской области всего 170 насосных станций, которые располагают 575 агрегатами. С их помощью орошается около трети пассивных площадей региона в пределах 30 тысяч гектаров. Модернизация 16 насосных станций в регионе даст возможность значительно улучшить орошение земель и вернуть в оборот дополнительные площади. Акцент делается на энергосберегающие технологии. Также отдельное внимание к широкому внедрению водосберегающих технологий при использовании живительной влаги. Продолжая тему на примере Андижанской области, здесь будут модернизированы 30 насосных станций. Самый молодой, если можно так выразиться, насосной станции 40 лет. А самый, так сказать, пожилой 60. Согласно проекту, до 2026 года будут модернизированы 7 насосных станций в Мархаматском районе, 6 в Андижанском, 5 в Васакинском и Джалакудукском районах, и 2 в Улакбашинском, Пахтабадском и Улугножском районах. И один в Балахчинском районе. Всего в Намангане в рамках проекта будет модернизировано 72 насосные станции. Кстати, абсолютно каждая из этих конструкций, находящихся в эксплуатации от 30 до 50 лет, нуждается в ремонте. Например, в Павском районе сейчас 36 289 гектаров орошаемых земель. Из них 76% орошаются поточной водой, и лишь 24% орошаются при помощи насосных станций. Согласно проекту, будут модернизированы 43 насосных агрегата на 16 насосных станциях. Средний коэффициент полезной работы увеличится также на 15%. 1517 гектаров земли будут возвращены в оборот. Будет сэкономлено 89 киловатт-часов электроэнергии. А водоснабжение будет улучшено уже на 6142 гектарах. Данный агрегат – это насос из Тхлоль. И он обслуживает 3 фермерские хозяйства и 200 домохозяйств. Введен в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века. Несмотря на то, что насос должен перекачивать 800 литров воды в минуту, сейчас этот показатель не превышает 400-500 литров. При этом расходуется много энергии. В районе в этом году планируем через аукцион выделить земельные участки площадью более 1200 гектаров гражданам, находящимся в железной, женской и молодежной тетрадях для организации фермерских хозяйств. Из этих площадей 470 гектаров зависит от работы насосной станции. Если учитывать, что будем выделять по 20 соток земли, то 2350 граждан получат источник дохода. За счет реконструкции этих трех насосов улучшится водоснабжение более 6000 гектаров земли. Давайте подытожим сюжет с конкретными расчетами. Что же нам даст модернизация насосных станций? Если с одного гектара земли мы получим урожай в среднем на 5000 долларов, это означает, что с 30 тысяч гектаров, которые будут возвращены в оборот, можно будет получить урожай в 150 миллионов долларов. А по подсчетам экспертов, за счет снижения энергетических и эксплуатационных затрат, предложенный проект окупится за 7 лет. На неделе Узбекистан отметил еще два важных события в своей современной истории. 8 декабря исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции. По случаю даты президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев направил праздничное поздравление народу Узбекистана, в котором подчеркивается, что мы вправе гордиться нашей Конституции, являющейся ярчайшим проявлением политико-правового мышления нашего народа, надежным гарантом прав и свобод человека, открывшим для нас путь к построению свободной и благополучной жизни. Глава государства в своем поздравлении также отмечает, что в эти дни в стране продолжается обсуждение изменений и дополнений в основной закон. И данная конституционная реформа продиктована сутью и логикой стратегии развития нового Узбекистана, пожеланиями и предложениями нашего народа, самим стремительно меняющимся временем. 10 декабря в стране отмечался день принятия государственного гимна, которому также исполнилось 30 лет. Патриотизм, преданность родной земле, уважение и почитание традиций, забота о старшем поколении. Именно эти ценности нашли свое отражение в нашем гимне, в одном из наших национальных символов. А народ, который чтит их, будет преуспевать всегда и во всем, и достигнет всех поставленных целей. Прочная основа построения правового демократического государства, свободного гражданского общества. Невозможно переоценить роль и значение основного закона в национальном развитии. Благодаря правам и возможностям, которые гарантирует основной закон, принятый в первые годы независимости, за прошедший период достигнуты огромные успехи во всех сферах и отраслях. И опираясь на этот правовой фундамент, в последние годы ускоренными темпами в стране осуществляются ширкомасштабные демократические реформы. Что особенно важно, кардинально преображается общественно-политическая жизнь, мышление и мировоззрение людей. Ощущая себя полноправным членом общества, причастным ко всем происходящим преобразованиям и обновлению, непосредственным участником этих процессов, каждый гражданин Узбекистана вносит свой вклад в развитие. И этот вклад заслуживает достойной оценки. В день Конституции по всей стране прошли мероприятия, в ходе которых представителям всех сфер, ветеранам труда, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также другим лицам, внесшим достойный вклад в укрепление независимости нашей страны, вручались памятные знаки Узбекистан Конституции Ассалин от Тазьеллиге. Новый Узбекистан. Это выражение теперь все чаще звучит на мировой арене. Растет международный авторитет нашей страны. Чтобы соответствовать требованиям и вызовам в современности, в Узбекистане продолжается работа по конституционной реформе. Она обусловлена сутью и логикой стратегии развития нового Узбекистана, пожеланиями и предложениями народа, стремительно меняющимся временем. Человек, общество, государство. Этот принцип должен быть заложен в Конституцию, законы, в нашу повседневную жизнь. И здесь стоит особо подчеркнуть, что в центре конституционных реформ находится защита человека, его жизни, прав, свобод, законных интересов, чести и достоинства личности как высшей ценности. Конституция должна отражать, что происходит в обществе. Исходя из этого, была необходимость обновить Конституцию. Почти 70% от всех предложений дали представители молодежи. Это о чем говорит? Что молодежи, этот процесс очень интересен. Каждый человек будет считать, что это моя Конституция. Я участвовал при принятии этого документа. И цель всех этих проводимых реформ является, чтобы основной документ был прямого действия, чтобы нормы, принятые в Конституции, работали и приносили пользу народу. Социальная сфера всегда в приоритете у страны. Думаю, тот факт, что права и обязанности в сферах образования и здравоохранения закрепляются на конституционном уровне. Это достижение каждого гражданина. В Новом Узбекистане требования к образованию изменились. Исходя из этого, 41-я статья Конституции дополняется нормами о дошкольном и высшем образовании. Повышается статус учителей. Думаю, это очень важная реформа, так как внимание к подрастающему поколению и образованию определяет будущее нашей страны. В рамках официального визита президента Республики Узбекистана в Французскую Республику в ноябре этого года было проведено мероприятие Международным институтом Центральной Азии, где состоялся обмен мнениями между экспертами Республики Узбекистан и Французской Республики по основным направлениям внешней политики Республики Узбекистана, сотрудничества с французской стороной, а также вносимых изменений в нашу Конституцию. Французской стороной было отмечено, что данные изменения будут служить во благо нашего народа, развитию страны, а также процветанию всего нашего государства. В этой связи хотелось поздравить наш народ с 30-летним Конституцией Республики Узбекистан, а также пожелать нам всем мира, благополучия и развития. Государственный гимн – один из национальных символов народа. Яркое и звучное воплощение суверенитета. В этом году ему также исполнилось 30 лет. Олицетворяющий историю страны, ее духовной традиции, ценности, всю мощь и потенциал. Это символ призван пробуждать в каждом гражданине высокие чувства, воспевать свободу, мечты и чаяния народа. О том, насколько велика его роль в воспитании в подрастающем поколении чувств патриотизма, высокого духовного начала, уважения, национальных ценностей и традиций, любви и преданности родному краю. Говорилось на многих встречах, проходивших в эти дни в стране. Мне довелось побывать во многих странах и слышать их гимны. Я считаю, что наш гимн – один из самых великих, потому что в его сути, в его основе лежит любовь народа, его сердце, его прошлое и будущее. Слова государственного гимна воплощают в себе вековые чаяния народа, светлые надежды и уверенность в завтрашнем дне. Величественная музыка выражает национальный дух, мощь и потенциал страны. В гимне отражены такие присущие узбекистанцам качества, как преданность родине, уважение и почитание традиций. Гимн, являясь символом, олицетворяющим страну, воспевающим ее духовные ценности, гимн укрепляет в каждом из нас высокое чувство патриотизма. На 2023 год Узбекистан разрабатывает масштабные программы «Планы». И, безусловно, в них находят конкретное отражение, большие задачи и благородные цели, дальнейшее укрепление мира и стабильности в стране, дружбы и согласия между живущими на древней земле Узбекистана представителями разных наций и конфессий, повышение благосостояния населения. В них отражение целей, утвержденных основным законом и ценностей, что олицетворяют наши национальные символы. Когда дуют ветры перемен, одни возводят стены, другие витрины и мельницы. Сделать выводы из этих слов несложно, но в нашем случае очень важно. Вы смотрели программу «Тахлил-Нама». До встречи и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова